Всем привет! Давно не виделись. Простите, этот месяц был просто какой-то сумасшедший. Сначала я заболела гриппом, потом мы заболели коронавирусом. Я про это тоже сниму видос, расскажу про симптомы коронавируса, как мы лечились. Может быть, вас смутило название видео, но как бы там речь не про детей. Кто ждёт две полосочки на тесте, там фоточки с животом. Нет, к сожалению. Детей мы планируем, планируем очень давно. Разные анализы, разные врачи, диагнозы, всё. Это просто какая-то канитель сумасшедшая. Про это с успеха людей всё получится у нас как бы и с ребёночком. Я про это тоже хочу снять отдельное видео в помощь тем, кто тоже долго и трудно планирует ребёнка. Но так как ребёнок пока не случается, мне очень нужно создание, о котором хочется заботиться. В общем, сейчас я с подругой еду выбирать собаку. Долго думала, долго постоянно к этому и к этим мыслям возвращалась. Долго их подавляла. Думала, стоит, не стоит. Взвешивала все за и против. Мы думали, с какой собакой вы могли ужиться. Сколько мы можем потратить деньги на покупку собаки. Хотела породистую, потому что есть определённые условия. И породы достаточно относительно предсказуемые в поведении, чем дворняги. Дворняги очень непредсказуемые. Поэтому мы решили, что мы не терпим дома шерсти, что мы хотим дрессировать собаку, чтобы она была послушная. Мы не против, что собака будет ходить в лоток, и чтобы не выгуливать её ежедневно по 100 раз в день. Мы остановились на выборе этой собаки. Пока что мы смотрели только одну собаку, её. И эту, которую сейчас мы поедем с подругой смотреть ещё раз. Больше других собак не смотрели, потому что порода не такая популярная в нашем городе. И с заводчиком мы звонили. У всех заводчиков пока что самочки в положении. Неизвестно, сколько щенков родится, когда они родятся, и будет ли там мальчик. Или, возможно, некоторые щенков уже бронируют заранее. Поэтому мы можем просто дождаться два месяца до рождения щенков. И просто не получится забрать ни одного. В итоге я пока нашла одного щеночка, который остался последним в помёте. Мальчик. И я уже придумала ему кличку. Мы там купили уже, вон на полу лежат миски. Две миски. Купила лежанку. Сейчас я беру с собой пелёнку, беру вкусняшки для щенков. И мы с подругой отправляемся. На случай, если щенка мы забираем, то как бы постелю пелёночку в машине. Ну и дам ему лакомство. Всё, поехали. Вот он, пёс. Серьёзно, какой ходит. Какой-то крошечный. Дам лакомство. Оглажен. Дам. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я позже еще буду снимать, но уже с одним песелем Вот, в планах еще несколько видочков снять на YouTube Тема уже есть Вот, спасибо всем огромное за просмотр Всем пока!